будем благословлять сегодня каждый дом каждую семью и пусть такая будет сегодня священническая молитва у нас да вот отец небесный мы благодарим и славим спасибо тебе драгоценный иисус за каждый дом за каждую семью который чудом создал господь и я знаю что ты создатель семьи ты создатель господь каждого дома и мы сегодня призываем господь все благословения божий господь в наши дома знаете я вижу ангелов которые приносят подарки от бога я вижу ангелов которые приносят божью благодать ваши дома и просто принимайте вы можете просто поднять свои руки прямо сейчас искать господь я принимаю господь я принимаю твою благодать я принимаю просто твою помощь принимаю твою милость твои чудеса и я вижу что бог слышит все ваши молитвы прямо сейчас если у вас есть знаете, в сердце это желание, просто назовите, какую нужду вы хотите, чтобы Господь просто восполнил, какой подарок, чтобы Он вам дал, и мы, Господь, прямо сейчас молимся, высвободи, высвободи, Господь, свое чудо на каждый дом, на каждый дом, я вижу, что также приходит просто финансовое такое обеспечение, и я молюсь сегодня для каждого дома, для каждой семьи, пусть приходят чудеса, Господь, мы благодарим Тебя, драгоценный Иисус, я вижу, что жилищный вопрос решается, и мы высвобождаем сегодня во имя Иисуса Христа, пусть, Господь, решаются все жилищные вопросы, Господь, пусть приходят и квартиры, Господь, и дома, потому что Ты хочешь, Господь, позаботиться о каждом доме, о каждой семье, потому что Ты добрый Папа, потому что Ты добрый Бог, который просто заботится, Господь, о каждой семье, Господи, во имя Иисуса Христа, мы, Господь, прямо сейчас высвобождаем во имя иисуса христа пусть потом господь твоей любви своей благодати он течет в каждый дом и я господь просто вижу родители и детей которые вместе славят бога которые танцуют перед богом которые устраивают такие знаете праздники иисуса у себя дома и я кстати хочу засвидетельствовать прямо в этой молитве что когда мы начали устраивать праздники иисуса у себя дома мы брали самые веселые песни мы надували там какие-то шары воздушные и вместе здесь не просто танцевали знаете водили хороводы вы не представляете такая благодать начала приходить в наши дом но в наш дом и даже одной сестре и она не знала этого ей приснился сон говорит что вот как бы вокруг тьма и вдруг я вижу во свете стоит ваш дом и вы танцуете вместе с детьми вы не рассказывали что мы так делаем но для нас это было вообще божье свидетельство что даже господь через нее нам проговорил что там где вот знаете может быть весь мир да там много тьмы но знаете когда мы начинаем вместе с детьми просто прославлять иисуса от всего сердца и показывает нашим детям что царство божие это не унылый какой-то дух там да не фарисейский а это радость это мир праведности радость в духе святом тогда наши дети они начинают влюбляться в иисуса видишь что он добрый что он он помазан елеем радости больше всех соучастников что родители ходят в этой радости поэтому пусть бог благословит вас пусть ваших домах будет праздник пусть ваших дома будет праздник спасения празднуйте победу иисуса вместе со своими детьми празднуйте это избавление и господь мы молимся чтобы в наших домах вот на земле было как на небе а на небе господь просто праздник каждый день там постоянно поют славу христу и я молюсь чтобы это небесная атмосфера она просто ворвалась в наши дома преобразила господь нас и наши отношения друг с другом и наши отношения господь с тобой благослови господь каждый дом о ты такой хороший господь ты такой добрый благослови наши семьи во имя иисуса христа о асминь аминь 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 господь мы благодарим тебя что твое присутствие что твоя любовь она в наших сердцах живет и что мы способны выражать эту любовь мы способны и господь и отдавать другим людям своим близким господи мы способны это делать мы Мы способны прощать, мы способны любить, мы способны благословлять, Господь. И это только благодаря тому, что Ты живешь в нас. Аллилуйя! Мы верим в то, что Твоя любовь, она излилась в наши сердца Духом Святым. Господи, и мы можем это выплескивать из себя. И чтобы каждый человек в нашей семье, он был захвачен Твоей любовью. Господь, мы благодарим Тебя за Твой божественный план. План спасения. План спасения через одного человека, на всю семью, на целых поколениях. Господь, благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Аминь. Аллилуйя. Господь, благодарим Тебя также за мудрое слово. Господь, за то, что всегда рядом с нами, в телефоне, в Библии, Господь, есть Твое слово, через которое Ты даешь нам откровение, и оно озаряет, и просто дает нам ответы. И благодарю Тебя, что Твое слово учит нас мудрости, Господь учит нас общению. И также оно есть светильник, Господь, и сияет каждому нашему шагу. Я благодарю Тебя за то, что Ты созидаешь семьи, за то, что Ты даешь мудрость, за то, что Ты укращаешь, Господь, кому-то язык, Господь, а кому-то учишь говорить слова воодушевления, слова благословения, как сказано в послании Ефесянам, чтобы слово доставляло благодать слушающим. И я, Господь, вижу, как кто-то из вас, дорогие зрители, вы будете говорить слово благословения. Если раньше у вас другие слова выскакивали, вы сами удивлялись, вам стыдно было, то теперь вы будете говорить слова благословения, потому что Дух Божий живет в вас, и вы сами будете удивляться, как это так? Потому что Господь будет вас преображать по вашей же молитве. Вы молились за преображение кого-то, а Господь будет преображать вас, чтобы через вас преобразить этого человека. Вот такая у него хитрая схема. Во имя Иисуса Христа. Господь, я благодарю Тебя, что Ты за семьи, что Ты благословляешь. И слово мужьям, мужья, которым жены говорят, давай, зарабатывай. И некоторые из вас беспомощные, потому что работы нет. И у меня для вас слово, потому что Господь говорит, проси у меня, скажи про зарплату, скажи, какую ты хочешь работу, я буду благословлять, я сделаю Тебя настоящей опорой в семье, как я это и предназначил, потому что от меня исходит эта сила, это мое предназначение для Тебя. И обращайся ко мне, я сделаю Тебя breadwinner, тот, кто приносит хлеб в дом. И жена Тебя будет уважать не заочно в кредит, а по-настоящему во имя Иисуса Христа. Принимай это слово, принимай благословение, и увидишь, как жизнь будет меняться. Во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Отец. Также у меня, на самом деле, в сердце тоже есть слово о финансовом обеспечении, но связанном с детьми. Я просто вижу и слышу страх у каких-то родителей, которым Бог может дать больше детей, и они боятся, что они не смогут поднять, они не смогут обеспечить. Во имя Иисуса Христа мы высвобождаем слово обеспечения. Слово, которое говорит, что ты даёшь избыток, больше, чем просто достаточно, больше, чем самое минимальное, больше, чем необходимое. Господь, я благодарю Тебя, что ты открываешь свои источники. И это источники не только небесные, это источники во взаимоотношениях с людьми, чтобы люди, у которых есть дети, отдавали вещи, отдавали продукты, отдавали и делились с вами, выделились с другими учебниками, связями, врачами, всеми ресурсами, которые только возможны, чтобы вы видели, что с этими детьми избыток приходит в ваш дом, что дети — это благословение, что дети — это радость, и что сам Небесный Отец радуется о вас. И это слово просто у меня постоянно вырывается сегодня, что неплодную Бог вселяет в дом матерью. И пусть это слово тоже и молитва принесёт вам, тем, кто желают зачать детей, кто молятся об этом, пусть эта сила зачать семя, Господь, выносить семя, Господь, родить здоровых, прекрасных детей, благословенных детей, пусть эта сила раскрывается, пусть эта сила преизбыточествует вас, потому что ты сказал, что мы будем изобиловать хлебом, и что наши дома будут наполнены детским смехом, детскими голосами, радостью, любовью. Хочешь проповедовать Евангелие? Мы верим, что если каждый человек совершит хотя бы одно доброе дело, мир вокруг преобразится. Участвуй в благотворительных программах ТБН. Стань настоящим проповедником Евангелия. Прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова